Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус, и сегодня я буду делать обзор на парфюм с очень длинным названием, который называется Аль-Харамайин Амбер Ут Табака Эдишн. Поехали! Итак, друзья, Амбер Ут Табака Эдишн от бренда Аль-Харамайин Объединенной Арабской Эмираты. Этот аромат стал для меня, не побоюсь этого слова, таким открытием. То есть, после того, как я познакомился с этим ароматом, у меня в голове произошло некоторое такое переключение, и пересмотр моих взглядов на табачные ароматы в целом, на их восприятие, я об этом вам, обо всем подробно расскажу. Итак, давайте начнем с упаковки. Как вы видите, уже это такая очень дорогая на вид шкатулка. Упаковка уже сама по себе очень многообещающая, с металлическими вставками. Очень красиво, минималистично. Открываем ее. Здесь бархатный такой футляр, красивый. И, собственно, лежит флакон объемом 60 миллилитров. Очень красивого янтарного цвета. Флакон, стеклянный флакон, тоже с металлическими накладками. Похожен на медь или латунь, не знаю. Тоже металлическая тяжелая пробка. Концентрация Eau de Parfum. И написано Alharmain Amber Oud. И внизу Tabacca Edition. Мои постоянные подписчики знают мою страсть к ароматам с нотами табака. Вот этот вот парфюм, он принадлежит категории табачных ароматов, которые мне до того, как я познакомился с этим парфюмом, категорически не нравились. То есть, это специевые древесно-пряные ароматы, в которых табак не далеко не на первом месте. И чтобы не быть голословным, это аромат из той же самой категории, что и Том Фордовская табака ваниль. Это Parfums de Marley Erod Herod. Это, например, Фрэнк Бакле табака. Ну и более бюджетные варианты, например, Мюглер Pure Gavanna. Ну, то есть, теперь вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. То есть, это парфюмы, в которых помимо табака очень много всего понамешано. Специи, древесных нот. Я считаю, что прототипом для вот этого аромата стал Том Фордовский табакованиль. Давайте посмотрим на пирамиду этого аромата. И дальше я расскажу о своих впечатлениях о нем. Верхние ноты – это табачный лист. И сразу остановлюсь подробнее, что в отличие, допустим, от той же фордовской табакованили, в которой табачная нота представлена таким кастрированным, выхолощенным ароматом, скорее, трубочного или кальянного табака, то есть, он там такой немного ненастоящий, то здесь это прям чистый табачный лист, такой натуральный, натурально звучащий табачный лист. Как еще пишут зарубежные обзорщики, Unlead Cigar Smile – это как аромат незажженной сигары. Ну, то есть, вот свернутый табачный лист сигары. Вот, кто пробовал когда-либо, незажженная сигара, она вот очень похоже пахнет, запах такой табачного листа с ванилькой, сладковатый немного. Вот здесь этот аромат от начала и до конца, то есть, это по-настоящему табачный аромат. И дальше верхние ноты – корица, черный перец и имбирь. Тоже эти все ноты хорошо слышны, особенно корица, имбирь в меньшей степени. Средние ноты – ваниль, звездчатый анис, гвоздика, какао, ладан и бобы тонко. Вот, что касается ванили, то в отличие, опять же, от фордовской табако-ваниль, ваниль здесь использовано совсем чуть-чуть для балансировки общей композиции, для скругления, смягчения жестких нот. Но она не кричит так, как в фордовском. То есть, там, кроме вот этой вот ванили и трубочного табака, в принципе, ничего и нету. То есть, аромат этот очень, я имею в виду том форд, он очень плоский, очень линейный, неинтересный. И из-за обилия вот этой вот ванили попсовой, всегда у меня возникают ощущения, когда наношу том форд табако-ваниль, что я отступаю над тонкий лед, под которым бездна однополой любви. Ну, это, конечно, шутка, но, тем не менее, аромат этот звучит крайне не маскулинно, очень женственное. И, мне кажется, он больше подходит женщинам, даже девушкам, девочкам, таким гламурным, современным, инстаграмным куклам, в которых, в принципе, ничего живого и натурального нету. Так вот, продолжим. Все-таки вот про этот аромат, табак, амбер, ут, табака, эдишн. Здесь ванили совсем-совсем немного. Звездчатый анис, да, это вот, кто не знает, есть такие вот круглые в виде звездочек специи, они очень часто применяются в восточной кухне. В плов всегда кладут эти звездочки. Гвоздика, гвоздика тут не такая яркая, как, например, вот Фрэнк Бакле табака. Какао, ладан, да, бобы тонко, да. И базовые ноты, табак, сухофрукты и древесные ноты. Вообще, я хочу вам сказать, что аромат этот настолько круто замиксован, сбалансирован, что выделить какие-то отдельные ноты достаточно проблематично. Ну и как у любого по-настоящему выдающегося парфюма, а я считаю этот парфюм, безусловно, выдающимся, он на голову выше и Тома Форда табака ваниль, и парфюм с Демарли Ирод, который очень тоже сладкий и плоский. Так вот, в этом парфюме очень, все так настолько сбалансировано, что не возникает желания разбирать по нотам, или нету таких вот раздражающих нот, которые выпирают, как в той же, допустим, табако-ваниль, это ваниль, который давит здесь, это ваниль. Именно применяется для баланса. Чрезвычайно не банальный, очень сложный, очень комплексный. И вот я поносил его две недели, я могу сказать, что все-таки поменял полностью свои, скажем так, стереотип, что табачные, вот древесно-пряные ароматы, они очень попсовые, они сладкие, они гурманские, они неинтересные, они легкомысленные, они не для мужчин. Вот этот аромат полностью не соответствует вот этим шаблонам. Он, хоть и пишут, что он унисекс, да, но я себя ощущаю в нем замечательно, будучи уже достаточно немолодым мужчиной. Ощущаю себя в нем абсолютно нелегкомысленно, уверенно, он мне очень нравится, он на меня оказывает однозначное такое аромотерапевтическое влияние, он не душит, он звучит очень насыщенно. И, кстати, у этого аромата абсолютно невероятная запредельная стойкость и шлейфовость. То есть, по вот этим параметрам я его смело могу отнести к вечным. И, несмотря на то, что флакончик всего 60 миллилитров, двух нанесений максимум, вот в район шеи, хватает на весь день более чем. То есть, я прихожу вечером с работы, там, часов 8-9, и у меня такое ощущение, что как будто я вот недавно его только нанес, при этом шарф, там, одежда вся, они пахнут буквально там, ну, неделю. То есть, по стойкости это уровень где-то вот Амуажевского интерлюда. Шлейф тоже у него замечательный такой. И если, как бы, подводить итог, аромат этот меня очень сильно удивил. И на фоне конкурентов в такой же нише, он смотрится на голову, на то и на две головы выше, чем тот же вот фордовский табако-ваниль, чем парфамс де Марли Ирод. Ну и, соответственно, соотношение цена-качество у этого аромата просто запредельное. Хотя стоит он по арабским меркам недешево. То есть, он в районе, я сейчас точно не помню, но в районе плюс-минус там с доставкой обойдется, наверное, в районе 100 долларов. Но я хочу сказать, что цену свою он отрабатывает на 100%. Есть в нем какой-то, как и у любого по-настоящему выдающегося парфюма, есть в нем такая недосказанность некоторая и какой-то налет флёр из загадочности и мистики. Я вот, когда я наношу его, я всегда хожу и кайфую, что называется. То есть, аромат этот не читается до конца. То есть, вот нет такого, что, а, да, вот тут вот ваниль, вот тут вот трубочный табак, вот тут вот сухофрукты, вот тут вот деревяшки. Нет, он переливается, он вызывает постоянно эмоции и чрезвычайно мотивирует. Тем более, сейчас зима, очень сильные морозы у нас в Питере. И когда вот с утра его наносишь, он на морозе просто шикарен. Он ещё начинает как-то вот по-особенному звучать. Именно вот когда под минус 20, он абсолютно не похож на то, как он звучит при, допустим, при комнатной температуре, когда в тёплом помещении. Поэтому я без сомнения любителям вот такого направления рекомендую его. Да, и кто смотрел мой недавний обзор на Amazon Martin Margiela by the Fireplace у Камина, так вот, я хочу вам сказать, что этот аромат просто, ну, круче на голову. И именно в качестве зимнего аромата для... Ну, и в заключение всё-таки, это абсолютно самодостаточный, очень дорогой во всех смыслах, уникальный и неповторимый парфюм. Поэтому рекомендую ценителям данного направления, любителям и тем, кто ищет аромат на зиму, просто стопроцентный беспроигрышный вариант как для мужчин, так и для женщин. Всё, у меня всё на сегодня. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.